привет всем наши дорогие добрый день друзья как вы думаете куда мы собрались вот в таком таких колхозных шапках в таком виде конечно же мы собрались на нашу любимую дачу в этом году у нас сегодня первый выезд да признаемся едем ну чё признаемся у нас была жестокая зима сильный мороз снега по саму шею все вот мы сегодня едем в сад попытаемся пробиться калитки почистить там что там сможем почистить дорожки там уже на месте все расскажем когда-то мы ездили также в марте месяце первый раз за зиму не ездили но последние года 23 мы стабильно за зиму два-три раза ездили а в этом году когда позволяет погодные условия можно четыре раза съездить такие сильные морозы были такая зима снежная на дорогах не проехать поэтому чё туда ездить у нас вообще был коллапс ужасно в этом году ну надеемся что в саду мы проедем снег сегодня почистим покидаем воздухом подышим проведаем нашу дачу как у нас там дом как ну все покажем расскажем уже поедемте с нами поехали все друзья мы приехали машину оставили управление не пошли не поехали на нашу улицу нас предупредили соседи горит там на улице во-первых можно застрять во вторых воскресенье же вдруг кто-то подъедет он у нас саша идет с лопатой мы хорошую лопату мы хорошую лопату взяли из гаража я ему я ему покупала в подарок прошлом году классную лопату супер модную такой вон ручкой клёвый что вот мы идем у нас здесь суши у нас здесь как все почищено даже лучше смотрите какая центральная тут колеи такие да да а тут не так еще застрять там может не застряем но там еще неизвестно когда наши это вот здесь начали такое ровненькое все неизвестно еще как аккуратно скользко очень как там дальше может быть там и снег но то что мы как летом не разъедемся две машины это точно даже поэтому мало ли вдруг поедет те кто живут им же надо до сада доехать потому что есть такие которые ездят каждый выходные есть такие у нас в баню ездят весь год выходные летом живут а зимний период по выходным ездит поэтому оставили тут не сильно далеко не чудо идем с нами не сделается ой как скользко наконец-то мы выбрались телефон чтоб сильно не замерзал сегодня у нас плюс 5 кстати обещают днем и пасмурно вчера вот например где-то плюс 6 было и было вчера солнечно поэтому гораздо теплее естественно было я вчера вышла дома на улицу до магазина так было классно вообще тепло тепло а сегодня за счет того что пасмурно естественно прохладнее гораздо ощущается хотя тоже плюс 5 все ставит так умеренно потихонечку красота птички поют не природа она в любом обличье хоть даже в таком приятно особенно когда ты по ней соскучишься когда всю зиму работа дом работа дом холода морозы снег ветра одежда это полстая сейчас конечно мы тоже в одежде понятно это не важно у нас соседи наши друзья которые мы общаемся дружим которые частенько мелькают в нашем кадре даниил наш сосед с леной они с 5 апреля будут здесь жить по выходным то есть на три дня будут каждую неделю приезжать все мы уже когда будем попадать в эти дни будем с ними видеться где у нас там александр николаевич идет ковыляет идет но тихонько помаленько скоро наш сад болтаючи с вами добрались это что здесь такая грязюка какие-то дровак похоже куда привозил точно у нас у некоторых охрана многих на нашей улице охрана охрана предприятия подключаются нам тоже предлагали даже звонили звонили много раз надоедали у нас воровать ничего так нам полезет нас не лазят у нас фу-фу-фу переплюнуть через левое плечо вот и на наши дачи бак будет саша накидывать у нас всегда с южной стороны он видите около домика всегда сухо уже просто тает в первую очередь и под крыльцом еще ну да я примерно так и ожидал с водичкой красота тает и бежит бак все заледенела и хрен ты тут такой лопатой что-то сделать похоже металлическая придется зря мы ее тащили надо раньше приезжать что такого надо можно было работать а сейчас уже все заледенело уже все каменные так сломаешь мне кажется зазря хорошую лопату как-то надо попадать сейчас я полезу у меня ботинки высокие кожаные не на гребу снега ну и что вы друзья думаете перевозит у меня муж через забор и обнаруживает ключей от гаража нету они у нас кажется в машине он их на зимний сезон забирал ключи в машине я говорю ну давай пойду мне приятно прогуляться по природе подышать пошла вот сходила в машину прогулялась забрала ключи и сейчас топаю обратно по этим видите какая колья так интересно там тоже такая дорога саду было я даже посмеялась гри сушая руль отпустить машины никуда не сдвинется так и будет ехать я ехала какое-то время где-то наверное метров 200-300 руль отпустила и тихонечко на педаль давила мне сегодня муж посадил за руль разрешил мне рулить честно говоря с ним ездить за рулем потому что он в инструктора играет он типа меня обучают делает замечание рекомендации свои говорит куда ехать как ехать и так далее ну зато я лучше его умею парковаться он это тоже ценит говорит надо же ты прямо профи я вас себя назвалами из парковка он так не умеет парковаться так что снова иду по всей этой ледяной фигне он здесь какая ледышка рука уже устала сейчас откроем гараж возьмет он уже железные лопаты и будет ими сейчас пока там накидывает где можно где бы где-то помягче снег в бак ну что ребята продолжаем сегодняшний день продолжаем и сейчас вернее мы еще даже не начали уборку снега но экскурсию по саду хотя там кроме снега особо то нечего и смотреть пока я ходила муж у меня полный бак накидал дал мне лопату говорит почистишь сама себе здесь он-то перелез через забор буду чистить ну что делать буду чистить не стоять же мерзнуть ну что друзья полюбуйтесь на мою работу кстати часа не прошло где-то я не знаю время не засекала но мне кажется минут может быть 40 вот они горы я тут все очистила а сейчас калачу тут лед тут под снегом лед вот мне муж дал штыковую лопату там калачу потому что она вот еще не открывается у нас она низко там небольшой зазор поэтому так муж у меня там тоже вовсю тут убрал какого гаража туда куда-то там ходил убирал я я даже не знаю а он видно чуть-чуть сейчас тут короче все тропинки а потом еще полезет на крышу на гараж из гаража убираем с бани с дома то нет потому что у нас крыша такая а вот гаража с баня он каждый год убирает и еще потом до теплицы нам дойти там неизвестно вообще чё с ней с теплицей так что я все еще не могу попасть на участок все еще и за пределами нахожусь на улице вот так как не пускают меня не почистила себе вход и не попадаю стал немножечко жарко вспотела уже сняла капюшон все эти дела но работать всегда жарко зато зато не замерзли и щечки вон какие розовые красота крепко сегодня будем спать крепко говорю спать не будем опа видите люди на проповую едут все я сама себя поздравила муж будет полностью не чистя так чтобы мы могли выйти так что вот так иначе там такой слой я устала мне уже рука отвалилась палатить там этот лед муж у меня полез наверх на крышу решил сначала сверху а то в том году мы сначала все дорожки почистили а потом он полез на крышу и давай там скидывать с крыши частично снег ну пойдем хоть посмотрю там пихточку у нас он тяжелый снег все погнул веточки на на и все остальные хвойные также что делать тут все завалено кошмар не меньше семидесяти сантиметров свой вот здесь же никто не убирал 1 там около дороги там на эти снегоуборочная машина шла а здесь то ведь просто насыпала сантиметров 60 где-то докуда мне до колено даже выше сантиметров 60 точно где-то нам его побольше где-то поменьше коника наша верхушка что-то некое-то фиолетовое а вот и тоже они в том году по моему также были сначала какие-то как фиолетовые какие-то тоже вся это сербская нижние ветки все тяжелые здесь горные совершенно кидал снега так ну пока конечно особо смотреть ничего очень много снега и у голубой ели также нижние ветки все под тяжестью потому что столько было снега что мама дорогая а он же садится вот он накидал на валил из-за снега много половину елочки засыпала а потом он же под тяжестью начинает оседать весь воздух начинает уплотняться вот оно все вниз и повело эти ветки они не сломаются нас вроде бы тепличка то ничего потому что на соседи ездили вон у них теплица разрушилась полностью вся видите так у нас трехмесячная норма осадков выпало за сутки под новый год чуть последние числа она а наша грицает моих зрители саша на работе приходила девушка соседка говорит у вас теплица в порядке а наши говорит вся разрушена вот так вот у нас самодельная тепличка вот так то у всех вроде бы стоят наверх что ли подняться а пойдемте правда поднимемся с вами наверх посмотрим как у нас там сверху сейчас листвы нету головы все участки видно хорошо всех все дрона то я сегодня не взяла другой раз возьму полетаем пока видимость хорошая интересно полетать зимой то я не снимала только летом зимой другие виды тоже интересно своя красота зимние так там хорошо видно за рекой там за рекой песня что ли такая есть с дрона еще лучше видно потому что его поднять можно до 550 по моему у меня поднимается наш второй этаж все закрыто все дверки все закрыто спускаемся обратно муж мне дал супер мега классную лопату свою я ее так удачно приобрела во-первых мониторила мониторила все интернет-магазины и нашла ее за что-то за 700 рублей по моему на сбер мега маркете давно наверное год назад или до какой к финляндии это имеет интересное отношение непонятно обычная российская гарантия 5 лет на пластик круто и там у меня еще какой-то то ли купон был то ли чё в итоге заплатила что-то 300 рублей за меня за копейки вообще она горит очень удобно я просто знаю что они удобные у него такого пада никогда небо когда я принесла где-то зачем ты тратишься и груды и 300 рублей у нее до усарика вот эта ручка благодаря этой ручке очень удобно тем что ты толкаешь за нее когда в снег втыкаешь сейчас я попробую этой лопатой почистить а пошлите как летом я всегда пойдемте к александр николаевичу в гости что он делает так же уже начинается у нас и зимний период полезу я к нему на стременке до конца не выживала за репортер репортер не фигасе у тебя там кстати какой слой капец мы каждый год кидаем на соседский участок вот этот вот свой снег не рассказывай всем да вот заброшен участок там никто ничего не садит не выращивал я не об этом а о том что и саша каждый раз говорит они нам должны платить за воду за снег за наш который на наш участок на нашей крыше падает да у него слой то полметра полметра точно еще же еще же тоже надо учитывать то что он уже осел этот снег слушайте а в дом там с вами пойдем или нет в дом хотите прогуляться хотя конец казалось бы что-то могу измениться я так в окошке то уже заглянула чуть-чуть что-то могу измениться там меняться нечему тем не менее мы же уже отвыкли мы же уже все забыли о чем его похоже зак закрыл обратно что ли сейчас открою